Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Богата до Неприличия. Книга третья, глава пятая. Начать. С кем встречается Спенсер? Отвечай. Говори. Слышь, расслабься. Я всё расскажу. Он тянет с ответом, замолкает и делает глоток пива. Это тебя безумно бесит. Но мне пять штук мало. Не хочу показаться неблагодарным и всё такое. Пять штук – неплохие деньги. Просто нужно чуть больше. Сколько? Удвоем. Ещё пять. Он пытается вытрясти из меня сколько сможет. Судя по довольной ухмылке, он наслаждается моментом. Так, давай ему поставим на место. Он как будто играет со мной в какую-то извращённую игру. Заплатить ему? О! Спасибо, спасибо. Поставить его на место. Ты делаешь глубокий вдох. Очень хорошо понимаешь, что осадить его – значит рискнуть установившимися у вас деловыми отношениями. Но это просто необходимо. Я не позволю ему мной помыкать. Да, это нужно пресекать в самом начале, иначе это будет бесконечно. Слушай, Дирк, так получилось, что мой брат – один из руководителей банка, в котором у тебя деньги лежат. А это значит, что те деньги, которые я тебе уже перевела, можно очень легко мне же и вернуть. Мне достаточно поднять трубку, чтобы у тебя на счёте не осталось ни цента. У него какие-то деньги, вы думаете, есть? Помимо этих пяти тысяч, я очень сомневаюсь. Что? Нет-нет-нет, ты этого не сделаешь. Он повёлся. Хочешь увидеть, как я это сделаю? Решай. Ты охренела. Да, мне самой не хочется. Так что давай вернёмся к делу и покончим с этим. Годится? Дирк кипит от злости. Он, набычившись, смотрит на тебя в упор. Но ты несгибаема. Он должен понимать, что здесь всё решаю я. Ладно. Дирка прокидывает остаток пива себе в глотку и со стуком опускает стакан на стойку. Ну, готов мне всё рассказать? Твой дружок играет на два лагеря. В каком смысле? Его хахаль приходит к нему через день. А ещё у твоего бойфренда есть подружка на стороне. Он на этой неделе пару раз встречался с одной и той же женщиной. Женщиной? И как она выглядит? Фигурка у неё что надо. Дирк! Прости, она прямо стоит перед глазами. Как бы её описать? Потрясающе красиво, милые кори глаза, тёмные волосы до плеч. Очень элегантно. Он, похоже, описывает. Натали? Фото сделал? Я подобрался поближе, мог бы щёлкнуть, но у меня телефон сдох. Ну ты, блин, пипец просто, Дирк. Ты вскакиваешь, оттолкнув табуретку, смотришь на Дирка сверху вниз, сузя в глаза. Это беспредел и любительщина. А что ты от алкаша хотела в баре? Я не понимаю. Такие претензии. В следующий раз подготовься как следует. Мне необходимы доказательства. Ты поворачиваешься и выходишь из бара. Ты уже дома. Услышав звон посуды, сразу проходишь на кухню. Мисс Камила стоит возле кухонной стойки. Она мурлычет какой-то неразборчивый мотив. Её руки ритмично месят тесто. Ты уже дома? Я готовлю пиццу на ужин. Обалдеть! Вот это ужин, конечно. Если ты голодная, есть суп из брокколи и свежий хлеб. Нет, я лучше пиццу подожду. Суп из брокколи. На плите за её спиной кипит кастрюля. Эта сцена напоминает тебе о давно прошедших временах, когда твоя мать была жива, а жизнь была простой и понятной. Спасибо, Миме. Тебе помочь? Нет, спасибо. Я справлюсь. Можно я посижу здесь и посмотрю, как ты готовишь. Конечно, милая. Проходи, садись. Не слушая твоих возражений, в миска Мила ставит перед тобой тарелку супа и хлебные палочки. Она дожидается, когда ты начнёшь есть, и только тогда возвращается к тесту. То, что называется еда для души. Как вкусно! Не описать словами, как хорошо тебе стало, когда горячий суп потёк тебе в желудок. Как дела, милая? Хорошо. А что там с твоим телохранителем? О, он больше не телохранитель. Я знаю, милая, он теперь работает с тобой в офисе, верно? Да, он помогает мне кое в чём по работе. Значит, вы больше времени проводите вместе. Это хорошо. Я заметила, ты всегда радуешься, если он рядом. У тебя лицо сразу начинает светиться. Правда? Да. А вот когда ты со Спенсером, я чувствую, что между вами есть какое-то притяжение, но никак не могу понять, в чём его суть. Мисс Камила задумчиво смотрит в пространство, затем её глаза расширяются, она говорит извиняющимся тоном. Ох, опять я болтаю лишнее. До неё дошло, что это за напряжение. Всё в порядке, Мими. Если честно, я и сама из-за этого иногда заснуть не могу. Рассказать Мими о своих чувствах. Так, нравится Итан. Мне подходит только третий вариант. Сказать, что ты просто рада, что Итан вернулся. Я просто рада, что Итан вернулся. Потому что он второй мой союзник, если не считать. Блейка. Моего Блейка. Значит, это правда? Скоро мы услышим свадебные колокола? Ааа, боже мой, Мими! Ты откидываешь голову и отчаянно хохочешь над диким предположением мисс Камилы. Честное слово, брак – это последнее, о чём я сейчас думаю. Сначала мне нужно привести в порядок свою жизнь ради отца. ради себя самой. Я понимаю, милая, в любви и чувствах нельзя торопиться. Мисс Камила кладёт тесто в большую миску и накрывает её тонким полотенцем. Пусть тесто поднимется, это пара часов. Теперь расскажи, как дела на работе. Ты последнее время очень много работаешь, тебе нужно себя немножко пожалеть? Я знаю, но пока темпы сбрасывать нельзя. У меня теперь есть секретарша, это очень облегчает жизнь, но что-то мне подсказывает, что с ней надо быть начеку. Знаешь, что это значит? Что? Что сейчас самое время погадать на картах Таро. Я, кстати, тоже об этом подумала. Она улыбается и достаёт из ящика колоду карт. Это те же карты, на которых она гадала в прошлый раз. Ты всегда носишь эти карты с собой, да? Конечно, они могут пригодиться в любой момент. Мне всё равно нечем заняться, почему бы не погадать? К тому же мне нравится проводить время с Мими. Вы стоите по разные стороны кухонной стойки, она тщательно тасует карты. Решив, что хватит, она раскладывает карты широким веером рубашками вверх. Выбери карту. Ты внимательно разглядываешь карты несколько раз, надеясь, что одна из них даст тебе знак. Инстинкт подсказывает тебе выбрать карту в центре. Выбираю вот эту. Так, интересно. О, эта карта не такая страшная, как та, которую я вытащила позавчера. Это Верховная Жрица, милая. Очень сильная карта, вторая из карт Старшего Аркана. Старшего Аркана это к хорошему? Карта, которую ты вытянула и в особенности та, которую тебе сдали, не влияет на исход событий в твоей жизни. Влияет то, как ты на них реагируешь, и именно это будет определять хорошим или плохим будет исход. Я хозяйка своей судьбы. Карты Старшего Аркана выпадают, если тебя ждет поворотное событие или очень важный жизненный урок. Да, мало ей жизненных уроков в последнее время. Видишь, жрица на карте держит книгу или даже свиток, но не смотрит на него. Это значит, что у нее есть и знания, и талант. Большинство карт говорят, как тебе действовать, а Верховная Жрица советует сделать шаг назад и рассмотреть все варианты и возможности. Раскрой в себе божественную женскую сущность, слушай свою интуицию, доверяй ей, осознай опыт, который ты вынесла из последних событий, и только тогда делай следующий шаг. Судя по тому, что происходит в моей жизни сейчас, возможны всего два варианта, либо блестящая победа, либо оглушительный провал. Мисс Камила берет тебя за руки и очень серьезно на тебя смотрит. Милая, не бойся. Сейчас ты именно там, где должна быть, и во времени, и в пространстве. Просто раскрой глаза и сердце. Это все. И тогда ты справишься. Я знаю, у тебя все получится. Звучит многообещающе. Тепло поблагодарить ее за все. Я не слишком верю картам Таро, но Мими об этом знать незачем. Она пытается помочь как может. Одного этого достаточно, чтобы я почувствовала. Я справлюсь со всем, что уготовит мне жизнь. Ты сжимаешь руки, мисс Камилы. спасибо Мими за твои наставления. Ох, как я рада, что ты их принимаешь. Я потеряла почти всех, кто был дорог мне в этом мире, одного за другим. Был момент, когда я почувствовала себя совершенно одинокой. не потом небо послало мне тебя. И я очень за это благодарна. Я сейчас расплачусь. Не отпуская твоих рук, она обходит стойку и заключает тебя в объятия. Ты позволяешь ее тепло окутать тебя. Когда она наконец тебя отпускает, ты видишь, что по ее правой щеке катится одинокая слеза. спасибо, что погадала мне. Я это ценю. И еще спасибо за то, что благодаря тебе у меня всегда есть вкусная еда. Вы обе смеетесь. Я просто стараюсь помочь, чем могу, милая. Я знаю. Как ни странно, я чувствую, что из меня так и бьет положительная энергия. Дзинь-дзинь? Это мой телефон. Секунду. Итан? Привет, ты дома? Да, дома. Что случилось? Я сейчас зайду, нужно поговорить. Конечно, давай, до встречи. Вместо обычного пока или до встречи, ты слышишь, как на том конце повесили трубку? Он очень взволнован. Интересно, о чем он хочет поговорить. Ты входишь в свою комнату вслед за Итаном, почти наступая ему на пятки от нетерпения. Он тут же закрывает дверь и запирает ничего себе запирает от кого. Итан, все в порядке? Вместо ответа он быстро осматривает комнату, подходит к окну и выглядывает наружу. Ты меня пугаешь? Боюсь, твоя комната, а может и весь этот дом прослушивается? Ты серьезно? И ты что делаешь, Итан? Ты приходишь в этот дом, в эту комнату и прямо в ней об этом рассказываешь? Это бред какой-то. Надо было наоборот ее вывести из дому вообще. И там тихонько рассказатели. Знаете, как в фильмах бывает? заходят в ванну, включая такой большой напор воды, чтобы шумно было и так шепотом на ухо. У нас прослушка! А так, давайте те, кто нас подслушивают, будут теперь в курсе. О, дошло! Ну уже поздно, какая разница? Поговорим в ванной. Там мы сможем пустить воду, она заглушит наш разговор. Не дожидаясь твоего ответа, он быстро идет ванную. Итан поворачивает кран. Звук льющейся в ванну воды создает идеальный фоновый шум, способный заглушить любой разговор. Вот так. Думаю, у него паранойя, но лучше перебдеть, чем недобдеть. пройдет. что пришел так поздно. Я просто не дотерпел бы до завтра. Я скажу тебе, что я нашел. Во-первых, поговорим о твоей секретарше Натали. Что с ней не так? Повысь ей зарплату. Благодаря ей я теперь новый бизнес-аналитик. Она велела сисадмину дать мне доступ к бухгалтерским программам компании. А, похоже, она опасна. Полученная тобой от Дирка информация снова и снова всплывает в памяти. Возможно, Спенсер и Натали подельники. Да, она опасна. К счастью, она на нашей стороне. Скорее, на твоей стороне, Итан. В общем, проверяя бухгалтерию месяц за месяцем, я заметил множество совершенно необъяснимых транзакций. Особенно много их было в конце года, в то же время из ниоткуда появились записи, создавшие иллюзию, что все счета в порядке. Что ты пытаешься сказать? Можешь перейти к сути? Да, мы тут не все бухгалтеры. Итан делает глубокий вдох. Все это ясно указывает на финансовые махинации. Это примерные цифры, но я полагаю, что со счетов Palmer Incorporated пропало порядка десяти миллионов долларов. Нифигашечки так. Нет. Тебя словно ударили под дых. Ты отступаешь на несколько шагов и упираешься в ванну. твой мозг работает на бешеной скорости, пытаясь переварить эту информацию. У тебя подгибаются колени и ты садишься на бортик ванной. Отец проливал пот, кровь и слезы ради этой компании. Я не допущу, чтобы она обанкротилась. Не допущу. Итан садится рядом. Ваши бедра соприкасаются. Он говорит тихо, пытаясь тебя успокоить. Ну, ну, даже если эти потери нельзя возместить, Палмер Инкорпорейтед сумеет выжить. А вора мы найдем, клянусь. Это уж слишком. Прижаться. Ой, сейчас начнется, потом прижаться, потом обняться, поцеловать. Давайте просто поплачем. Нам нужно какие-то свои эмоции выплеснуть наконец-то. Хватит быть сильной женщиной. На тебя обрушивается цунами горя. Ты не можешь этого выдержать. Ты заливаешься слезами, словно где-то прорвало плотину. Твое тело сотрясают рыдания, и ты ничего не можешь с этим поделать. Ты плачешь, подвывая. Ты больше не пытаешься казаться сильной. Как мы докатились до такого? Поплачь, тебе станет легче. Итан накрывает твою руку теплой ладонью, и слегка сжимает ее, пытаясь тебя приободрить. Что бы я без него делала? Сжать руку в ответ, поблагодарить его. Ты опускаешь глаза, чтобы взглянуть на ваши сплетенные руки. Спасибо, Итан, не выразить словами, как я благодарна, что ты здесь со мной. Знай, что бы ни случилось, я всегда буду рядом с тобой. смотри, ванна почти полная. Ванна уже полна, и вот-вот перельется. Итан опускает руку в воду, потом поворачивается и смотрит на тебя. Ты так напряжена. Итан, я уже улавливаю твои намеки. Ванна полна теплой воды, почему бы тебе не искупаться, а я сделаю тебе массаж. Это расслабит мышцы, и ты будешь лучше спать. Мне реально сейчас так обидно. Это очень романтическая сцена, ванна, массаж, и там все, что может быть после нее. Ну, почему это не блэк? Блин, так жалко реально. Мне рано вставать. Мне наверное лучше лечь спать. Завтра рано вставать. Ну, раз уж ванна полна, почему бы тебе не искупаться вместо меня? Нет. Нет. Так вот, одно слово, все. Итан быстро встает на ноги и окидывает ванную взглядом. Ему явно неловко. Что ж, увидимся завтра завтра на работе? Хорошо. Итан подходит к тебе и нежно целует макушку, поворачивается и выходит из ванной. Доступ запрещен. Эти слова горят красным на экране компьютера. черт. Итан После того, что рассказал тебе вчера Итан, на работе ты первым делом пытаешься войти в бухгалтерскую программу. Но не можешь. Я генеральный директор компании. По правилам меня нельзя лишать доступа ни к одной программе, особенно к финансовым данным. Ты в отчаянии бьешь по клавиатуре обеими руками, затем берешь телефон. Натали, попросите Алана зайти ко мне, пожалуйста. Боюсь, он сейчас на встрече с... Немедленно. Ясно, приглашу его прямо сейчас. Ожидая Алана, ты щелкаешь по клавишам, желая убедиться, что это не твоя ошибка, но результат остается тем же. Доступ запрещен. В приемной раздается шум. Ты узнаешь голос Алана. Он перепирается с Натали прямо по дверью твоего кабинета. Дверь открывается. К вам, мистер Родес. Спасибо, Натали. Незаметно подмигнув тебе, Натали впускает Алана. Он очень недоволен. Что вам нужно? Это не могло подождать. Алан, закройте дверь, пожалуйста. Присядьте. Он что-то бормочет себе под нос. Очевидно, что ему не нравится подчиняться приказам. В глубине души тебе приятно его злить. Он усаживается в кресло. Ты молчишь несколько секунд. Алан нервничает больше и больше. послушайте, я беседовал с клиентом. Ваша секретарша потребовала, чтобы я немедленно явился к вам. Мне нужен доступ к бухгалтерским программам. Потребовать, чтобы доступ открыли. Раз уж меня он так разозлил, поставим-ка его на место. Откашлявшись, ты скрещиваешь руки перед собой и изображаешь сочувствие. Простите, Натали вызвала вас прямо с переговоров? Да, с очень важных переговоров. Это наш старый клиент. Клиенты нам нужны. Вы ведь не дали никого уволить. Вообще, давайте уволим Алана реально. Он не офигел ли часом? Его вызвала геймдиректор и он такой типа учу меня вызвали. Я за, чтобы его уволить, а вы друзья? Можно поскорее? Ну вообще, он просто протаптывает вот эту дорожечку. Если у меня будет выбор уволить Алана, я даже думать не буду. Я буду говорить, когда сочту нужным, а до тех пор вы будете ждать. Ты смотришь ему прямо в глаза, словно вызывая набой. В его голове наверняка проносится сотней мыслей, но на этот раз он не открывает рта. Алла, сейчас ты узнаешь, кто тут главный. Хорошо, я готова. Во-первых, я хочу знать, почему мне закрыли доступ к финансовым данным компании. А мне откуда знать? Лучше спросите. я не закончила. Знаете, меня не интересуют причины, и у меня нет ни времени, ни желания все это выяснять. Это за меня сделаете вы. Мне нужно, чтобы к концу дня у меня был доступ ко всем данным, относящимся к финансам компании. Это ясно? Он стиснул зубы. на его челюсти играют желваки. Ясно как день. Хорошо. Спасибо, Аллан. Можете вернуться к своим переговорам. Удачи на завтрашнем совете директоров. Он вскакивает на ноги и уходит в бешенстве. Я в последнее время на удачу не рассчитываю, Аллан. Мне пришлось убедиться, что моя удача иссякла. Это было больно. Аллан уходит. Ты видишь, как ему хочется хлопнуть дверью посильнее. Через несколько секунд в кабинет постучав заглядывает Натали. Все в порядке? Я видела, как он мрачно протопал в свой офис, как ребенок, которому не дали сладкой ваты. Услышав слова Натали, ты смеешься. Однако в твоей памяти тут же всплывают слова Дирка. ты снова начинаешь подозревать ее в предательстве. А на моей ли она стороне? Может спросить ее прямо и покончить с подозрениями раз и навсегда? Но ведь она может и соврать. Ты не успеваешь ничего сказать. Натали начинает говорить первой. Знаете, мне бы хотелось вам кое-что рассказать. У нас есть пять минут? ее голос звучит напряженно. Похоже, она не знает, как подойти к этой теме. Конечно, садись, пожалуйста. О чем речь? О Спенсере. в последнее время он все время уговаривал меня зайти что-нибудь выпить после работы. Это интересно. В конце концов, я согласилась. Думала, что это свидание. Я не замужем, он не женат, насколько я знаю. Но он начал бормотать что-то о том, что он единственный, кто держит компанию на плаву, что без него компания обанкротилась бы много лет назад. Что? Да, он начал давить на меня требовать, чтобы я ничего не рассказывала вам о том, что творилось в компании до вашего прихода. Он сказал, что я не разберусь, что делать с этой информацией. И что вы ответили? Вы же знаете, я слов не выбираю. Так что я объяснила, куда ему следует пойти. Что вы сделали? Ты широко раскрываешь глаза от удивления. Вы обе заходитесь от хохота. Тебе удается взять себя в руки, ты утираешь слезы с глаз. И как он отреагировал? Он был в ярости, убежал из бара. Мне пришлось заплатить за нас обоих. Честно говоря, мне это показалось безумно смешным. Натали говорит все это весело, но она явно не находит себе места и старается не смотреть тебе в глаза. Чувствую, это не все, она что-то скрывает. Вытащить из нее все подробности? да, надо надавить на нее. Натали, вы ведь мне не все рассказали? Честно говоря, да. Я никак не могла решить, говорить или нет. Ответ на этот вопрос всегда один, да. Хорошо. Она глубоко вздыхает, набираясь мужества, и продолжает. Заявление Спенсера имеет под собой основание. Он начал заправлять компанией еще при жизни вашего отца. Последние пару месяцев здоровье Ричарда пошатнулось, и он остранился от непосредственного руководства. Совет директоров начал очень плотно сотрудничать со Спенсером. Они хотели, чтобы он встал во главе компании, но этого так и не случилось. К большому их разочарованию должна отметить. Значит, весь совет директоров пляшет под его дудку. Я очень благодарна вам за то, что вы мне все рассказали, Натали. Мне в последнее время трудно доверять людям. Я бы хотела сказать, что мне доверять вы можете, но я твердо верю, что решать должны дела, а не слова. Да, я тоже. Натали встает. Если понадобится что-то еще, дайте знать. Хорошо. Элла. Кто-то окликает тебя, и ты останавливаешься посреди коридора. Повернувшись, ты видишь Итана. Он торопится, чтобы тебя догнать. У тебя есть минутка? Я иду с переговоров. Что случилось? В общем, как новый бизнес-аналитик, я проверил коэффициент участия сотрудников, поговорил с некоторыми из них. Я узнал много интересного. Например, почти все, с кем я говорил, полагали, что твой отец завещает свои капиталы и всю компанию Спенсеру. Что? С какой стати они так решили? У моего отца есть наследница, я? Это подтверждает то, что мне сказала Натали. Да, я постараюсь в этом получше разобраться и еще кое-что. Сегодня я проверил счета компаний еще раз. Они почищены. Никаких следов мошенничества. Значит, тот, кто это сделал, должен был узнать о наших подозрениях, а не на шаг впереди нас. Ты проверил, кто последним вносил изменения в документы? Да, это был мистер Аллан Родес. Ну, кто бы сомневался. Везде следы грязных ручонок Аллана, но я уверена, что у руля стоит Спенсер. Твои дни сочтены, Спенсер, тебе конец. Дыхание у тебя учащается, руки сжимаются в кулаки. Да, чуть не забыл, посмотри. Что там еще? Итан достает что-то из внутреннего кармана Блейзера. А, телефон. Он наклоняется ближе и переходит на шепот. Такой же телефон лежит в сейфе у Спенсера. Теперь мы точно соберем достаточно улик. Итан морщит губы и хмурится, глядя на тебя в упор. Ты понимаешь, что говорить надо тише. Прости, я просто разволновалась. Ты поворачиваешься и окликаешь Натали. Натали, вы не знаете, где Спенсер? Думаю, он уже ушел. Хорошо, спасибо. Не за что, мисс Палмер. Прекрасно. Мы можем уйти вдвоем, не возбудив подозрений Спенсера. Постой, а вдруг он дома? Проникнув в его дом, открою сейф. Стоит ли ему так поступить? Полностью доверимся. Конечно, он справится. На войне он справлялся с вещами похуже. Я ему полностью доверяю. Значит, так и поступим. И поскорее. Вы с Итаном стоите, пригнувшись у ворот дома Спенсера. К счастью, темнота полностью вас скрывает. Вы обдумываете следующий шаг. Ох. Что такое? Я видел, как в заднюю дверь проскользнула какая-то тень. Ты разглядел, кто это был? Алан? Нет, я не разглядел. Я выясню, кто это. Оставайся здесь. Что нет? Я думаю, мы сейчас просто офигеем, когда узнаем, кто там. Это быстро. Я только гляну, кто это, подменю телефон и вернусь. Если тебе что-то не понравится, сразу уходи, хорошо? Ладно. С этими словами Итан растворяется в темноте. Ты остаешься одна, не зная, что делать дальше. Пожалуй, стану здесь, дождусь Итана. Элла? Голос звучит позади тебя. Ты подпрыгиваешь от неожиданности. В панике ты заставляешь себя медленно повернуться и посмотреть, кто стоит за тобой. Ты ожидала чего угодно, но только не этого. Спенсер или Блейк? Черт! Окей. Ну, ну, мне просто нет слов, да? Вот же любят они, конечно, интриги нам делать в конце главы. А вы как думаете, друзья, кто там? Спенсер или Блейк? Ну, я так понимаю, что, скорее всего, Спенсер. Иначе бы она так не обалдела. Хотя, кто его знает, а может, кто-то новенький там вернулся в наш горизонт. Посмотрим. Меня немного расстраивают ее вот эти проблемы на работе, как-то они очень долго длятся. Почему нельзя нанять кого-то, какого-то консультанта опытного, который бы ей помогал вести дела? Она совсем неопытна в этом деле. Как мы уже обсуждали с вами, не было информации о том, что у нее есть вообще высшее образование, а я уже молчу о том, что оно должно быть как-то связано и с управлением, и с этими финансами. Это все так сложно. Она юная девушка. И я прекрасно понимаю совет директоров. Они хотят видеть успешного мужчину, у которого свои проекты, а не юную девушку. Просто ей бы подучиться пока, а потом можно управлять компанией. Но как нам вовремя помогает Итан, правда же? Без него Элла бы точно не справилась. Ну что, друзья, ждем продолжения, а также хочу вам напомнить, что плейлист истории вы найдете в описании под видео. И спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры